Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Причем он похудел совсем слабо, но мы его на плюс 15 разожжим. Я так полагаю, что на плюс 10, я так посмотрел, у нас разожжены только те костры, где хранители были огня. Это получается Ванар Лонда, потом в Храме Огня и около этой... Как ее? Около госпожи, которая нас в Ковенан приглашает, которая после Квилек... После одного из колоколов там секретного проходит, который уже давно ни дикого не секрет. Если ты, конечно, вообще не видел ни разу Dark Souls, то только в этом случае, может быть, ты не знаешь. Всех секретов, но если ты смотрел мое прохождение, то ты, естественно, знаешь, о чем я говорю. Так, здесь сейчас будут кристальные големы, надо с ними... ...от них избавиться по-быстренькому. Думаю, с таким-то оружием будет побыстрее, да. Всего три удара надо будет наноситься. Раз, два, и три. Отлично. Угу. Давай-давай-давай, иди сюда. Я уже тупо напрямую бью, потому что у меня много жизней. И я понимаю, что так от них быстрее избавиться будет. Удар. Ну-ка, сильный удар. Два достаточно, даже полтора. Можно один сильный наносить, один слабый. Сильный... Эти... Слабый. Да, этого более чем достаточно. Так, хорошо. Это же она, да? Да, это она. Она просто в разных местах появляется. Она то здесь появляется, то там появляется. Маг впереди. О, я Заря, а Лачили. Я рада видеть тебя вновь. Я подчиняюсь твоим желаниям. Так, давайте вот это докупим. Все, у нас теперь все заклинания у нее есть от нее. Мой дом в Лачили был много веков назад стерд с лица земли. С тех пор я одна. Но быть призванной служить тебе, это награда для меня. О, прости, дела минувших старины вряд ли интересуют тебя. Да нет, давай. Ну, быть призванной... Так, понятно, то же самое. Хорошо. Если у тебя возникнет нужда, призови меня снова. Я хочу быть полезной тебе. Да, светит пламя твой путь. Так, ну ее я убивать не буду, потому что я не знаю, как пройдет реакция в игре. Так, теперь, 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 что нам надо сделать? По-быстрому что мы можем сделать? Что мы можем сделать по-быстрому? Ну, во-первых, мы можем прокачать наш двуручный меч. Мы же можем это сделать? Я думаю, можем. Так, теперь у нас еще где-то место открылось, да? Бездна. Бездна получается, да, только? Да, получается бездна. Так, ну ладно, тогда еще раз сойдем к Андре. Еще раз сойдем к Андре. Или нет? Я не помню, как на огоне орудие прокачиваться. Наверное, не к Андре. Наверное, знаешь, куда мы пойдем? Давай в катакомбо сходим, насколько мы далеко будем находиться. Нам надо к Вамосу, наверное, сходить, потому что он же нам на огонь может затачивать оружие. А мне как раз надо на огонь заточить. О, прям к нему, отлично. Великолепно просто. Я еще думал, куда именно этот костер. Что тебе нужно? Тебе нужен кузнец? Тогда давай мне то, с чем работать. Изменить снаряжение. Так, хорошо. Усилить осколки титанита. Купить у тебя можно купить осколки? Так, хорошо. Давайте пока 6. Усилим оружие. Вот это вот, 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 большой меч. Так, еще 3 надо. Итого было 8, да? Так. Теперь изменяем осколок зеленого титанита. Вот зачем они нам нужны были. Изменили на огонь. И теперь усиляем. Осколок зеленого титанита. У нас его много. И 800 душ. Так. Нам нужен огненный уголек. Было бы неплохо получить. Но это... Это не скоро мы получим. Вступай прочь, ты мне мешаешь. Но у него ничего такого нельзя. Только вот стрелы можно огненные... А, нет, даже огненные стрелы у него нет. Совсем бедный. В этом мы ничего покупать не будем. Давайте подчинимся. Если ты все, то ступай своей дорогой. И ты мешаешь сосредоточиться. Ага. А теперь давайте посмотрим. Можем ли мы его одевать, этот меч? Двадцать восемь. А если в две руки? Отлично. Мне надо его в две руки именно использовать. Сейчас опять придется бежать немножко к дракончикам. Я покажу, зачем я это делал. Надо еще более мощное пламя. Но будем знать, что к нему можно перемещаться в катаком. Вот жалко, что к Андре так нельзя перемещаться. Это было бы очень удобно. Так. И мы нормально... Нет, не нормально. Прикатываемся. Поэтому... Вот другое дело. А то он и сам по себе у нас какой-то медленный. Я сейчас покажу, что я буду, наверное, делать вне записи. Чем я буду заниматься. А ты посмотри внимательно. Посмотри. Потому что тебе это может очень сильно пригодиться. Нам, конечно, хорошо бы человечность с десять, чтобы было плюс десять. Но... Ладно, и без этого обойдемся. Ой. Видишь, у нас поджигаются враги. И раз мы будем так, то давай еще возьмем... Так, отравяной щит я убрал, да? Выложил или нет? Да, я его выложил. Зря выложил. Сейчас заберем. Я помню, что я щиты не читал. Оружие, которое у меня в инвентаре, не читал. Только то, что в шкатулках. Обычные предметы какие-то я не читал. Так, открыть бездонную шкатулку. Так, щиты у нас снизу, да? Вот он, травяной щит. Отлично. Для чего я беру травяной щит? Смотри. Одеваю травяной щит. И у меня эффект от кларантин кольца появляется. Видишь? Выносливость быстро восстанавливается. Так, и... Нет, нет, нет. Мы там сядем. А сильная атака, кстати... Ага, она вот такая. Тоже этот способ фарма я очень-очень давно где-то, по-моему, вычитывал вроде бы. Или высматривал. Совсем дипа уйдет. Не знаю, хватит нам сейчас или нет. Нам самое главное сейчас этим мечом... Мы сейчас будем фармить синих драконов. И самое главное нам сбивать им стамину. И, по-моему, этот меч очень хорошо нам в этом поможет. Чё, прибежит? Давай, беги-беги сюда, беги-беги-беги-беги. Вот так, 547. Нам надо нафармить у них чешуи. Наверное, где-то штук 30 надо нафармить. А ещё что-то меня изжога мучит. Так. Ну да, время как раз хватит, чисто на показать. Чем я буду заниматься. Рискуем. Рискуем, рискуем. А вот где путь сразу, да, вниз. Всё время его теряю из вида почему-то. Ну, тут они пишут, что там рыцарь. Но у нас-то рыцаря уже давно нету. Тёмного мы же здесь всех уже побили. Но я, по-моему, раньше затачивал просто оружие на обычное. А я вот тут подумал просто, смысл его на обычное. Есть вероятность того, что у этих драконов нету иммунитета к огню. Либо же к магии, одной из двух. Поэтому я и купил столько мечей, чтобы поэкспериментировать. Сейчас с тобой посмотрим. Потому что, ну, молния навряд ли на них подействует. Хотя, может быть, это как будет баг. Потому что, ну, они же сами стреляют молнией. Значит, это драконы с молнией. Было бы очень странно, если бы у них не было к этому иммунитета. А вот к огню... Они же не огненные. Поэтому логичней. Да, смотри. Просто выносится на раз. Очень легко. Опасно. Опасно. Ой, вот как опасно. Не успел. Ну. В любом случае, мы увидели, что эффективно можно с ними сражаться. Но тут я поторопился. Тут я поторопился однозначно. Сейчас мы с тобой прибежим и заберем наши души. И буду вот так вот, вот таким вот способом фармить. Конечно, если бы было бы на огонь на плюс 15, это было бы более эффективно. Но... У меня так... А сколько у меня, кстати, осколков? Семь. Там, наверное, штук восемь или девять надо. Вот для чего мы лифт обратно поднимаем. Вот это, у первого, очень легко, потому что он сразу начинает молнию швырять. Просто достаточно отойти. Вот так вот спамим. Уж просто сбивается. Но это если он один нападает. А если их много... Сразу, да, так вот залетает. Ой. Видишь, и стамина восстанавливается. И с небольшими перерывами можно спокойно атаковать. Так, на всякий случай бутылку выпью. Так, а вот они по одному будут выходить, интересно? Давай вот с этого начнем. Не, ну фармить на отравление это не сделаю. Так. О! А, нет, он отпрыгивает. Не, в принципе. Если они будут по одному идти. То почему бы и нет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Интересно, хоть одна чешуйка выпадет сегодня? Смотри, просто как маленький, не взлететь, не убежать, ничего не даем. Нет, ни одной чешуйки не дал, но у них выпадает чешуйка. В этом ты не сомневайся. Тут еще одна вещь лежит, которую очень многие игроки любят брать, особенно когда проходит по быстрому игру. Кольцо с красным камнем. Кольцо с синим камнем нам при, по-моему, 20% жизни или меньше, я не помню. Дает нам защиту очень огромную. А кольцо с красным камнем, он нам дает атаку, если у нас меньше 20%. Очень многие, особенно те, кто играет там, например, пройти за один уровень, ну, за первый уровень только всю игру. Они как раз берут эти два кольца, чтобы себя усилить и себе защиту сделать хорошую. Ах ты же, гадина, ускакал. Все, он в ловушке. Главное, с перерывом небольшим, потому что у него видно есть момент, когда восстанавливается баланс. Ничего не дали. А то вот здесь человечность лежит. Так, и раз уж мы тут, пойдем посмотрим. По-моему, после четырех королей можно получить вещи Беатрис. Сейчас посмотрим. Это я все по ходу вспоминаю, пока бегу. Одно, другое, третье место. Конечно, вот тут тоже такая странная скала, как будто явно что-то должно быть. так, ну ничего нету. Не тут, не там, не там. Там люди другие бегают. Классно, что вот так вдали все видно прямо четко. Сейчас посмотрим. Я не помню точно в какой стороне. Но то ли вот здесь будет валяться. Но тут, по-моему, у нас какая-то вещь валялась. То ли вдали вот тут. По-моему, вдали здесь получается. Вон там вот. Если пробежать вперед. Вот этот закуточек. Нет, да? Нет, пока ничего нету. Значит, попробуем после того, как возложим чашу. А, нет, вон, вон. Вон валяется просто незаметно очень. Надо же. Как бы считается, что это труп Беатрис. Вот. Шляпа ведьмы, накидка ведьмы, перчатки ведьмы, юбка ведьмы. И посох Беатрис. Один из достаточно таких мощных посохов. Вот. Видишь, сколько можно до того, как ты откроешь остальные локации, сколько можно всего сделать и получить. Вот. Единственное, что мы с тобой протупили, это... С этим... Как его называется-то? Слоганом. Большая шляпа. То, что у него можно было заклинание купить, а мы... А мы протупили. Так. Ну, ничего с кем не бывает. К тому же, блин, столько помнить. Все не упомнить. Это... Я не знаю. Но я почему-то был уверен, что можно было спокойно идти и убивать Сифа, и он никуда не уйдет. А он, видишь, он... Он, скорее всего, после любого босса... Убийства после любого босса отправился бы. Либо же после перехода на несколько локаций каких-нибудь там, на две-три локации. И все по новой. Очень легкий способ фарма. Ой. Сейчас я вот немножко не подождал. А сейчас можно не ждать последний удар. Так. Не вижу в этом смысла. Сейчас, наверное, побегаем пока. Хотя бы одну чешуйку не выбьем, чтобы я тебе показал, что ее здесь можно действительно выбить. Да как он неудачно сделал. Ух, тащи. Так. Пока ничего. Давай тогда попробуем. Нам перекаты все равно особо не нужны. Одеть колечко золотого змея. Мы, конечно, сами по себе чуть медленнее стали. Отходим, пока не залетит. Нет, пока нет. Отсюда мы уже знаем, что по одному можно вытыривать. Если у тебя есть лишние десять человечности, можешь еще для эффективности десять человечности потратить. Смотри аккуратно, чтобы он не упал. А то он ведь может. Ну или может тебя столкнуть. Своим крылом. Нет. Полетишь. Ой-ой-ой. Видишь, как он своей челюстью работает? Он вытолкнет, кажется, в легкую. Вот. Вот. Драконьей чешуя. И вот здесь вот можно ее фармить. И мы будем... Ну, я буду здесь сидеть, пока не нафармлю... Сейчас скажу сколько. Я, естественно, это записывать не буду. Пока не нафармлю 30 штук. У меня сейчас 8 штук. Сейчас вот этого добьем вместе с тобой. И на этом, наверное, попрощаемся. Я, наверное, души не буду тратить. Хотя нет. Я буду тратить, знаешь, на что? Я буду тратить их на силу. Пока я не смогу нормально... Один меч таскать. А может и не буду? Не, не буду. Не буду ни на что тратить. Вот. Все только при тебе буду делать. Ну, точнее, имеется в виду, тратить души буду при тебе только. Нам там вера нужна была. Нет. Буду тратить все. Все-все-все-все. Да, 100%. Я буду тратить на веру. Потому что, как напомню, нам там для одного заклинания нужно 24, по-моему, веры. Вот. Ну и плюс будет меньше шансов, что я потеряю. Так. Сейчас скажу для какого заклинания. Вот. Вот. Гнев богов. 28 даже. Видишь, нам надо. 28 веры. Это еще 9 уровней. Вот 9 уровней я буду вот в это вот вкладывать. У нас душ-то есть? Нету ничего не осталось. Так. 28, 28. Ну, как-никак, все-таки мы с тобой эти... Как их называется-то? Храмовники. Мы же собирались как храмовники своего рода быть становиться. Так. Красное око. Предмет для сетевой икры позволяет торгнуться в другой мир. Могут использоваться только члены Ордена Неполые. Ага. Значит, надо быть в человеческой форме. Победите хозяина мира и получите человечность. С помощью этой сферы темные духи коасы ищут человечность и ныряют обратно во мрак. Может, в них больше человеческого, чем в нас. Вот. Темный дух плюс 2. Накопим с тобой драконьих чешуйк. Так. А человечность у нас сколько вообще? Может, нам стоит использовать 13? Если использую 10, останется только 3. Может быть, я после еще пойду пофармлю на крысах, чтобы человечность получить. А может быть и нет. Сейчас и подумаю. Да, да. На крысах надо будет пофармить. Хотя... Хотя нет. Нет. Я использую 10 человечности. И потом мы с тобой пойдем в картину. В картинный мир. И будем там с тобой фармить уже знаки возмездия. А вот их, по-моему, нужно 10. Или это чешуйк надо 10. Ну, в любом случае, мы и того и того 30 нафармим с тобой. Нам не помешает. Ну, прежде чем фармить вот эти ушки, знаки возмездия, мы с тобой будем бегать, ну, пробежим весь уровень, его пройдем, естественно, всю картину. И только после этого я займусь фармом знаков возмездия. А потом я займусь фармом самих душ, пока не прокачаю на уровень, который вот мне необходим. Я, естественно, тебе покажу. Все покажу, все продемонстрирую, ты все увидишь сам. А на этом мы с тобой, наверное, тогда закончим. Да, наверное, так и будет. Мы с тобой закончим. Поэтому... 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 Спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Еще раз тебе спасибо. Хорошего дня. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok